Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Завтра, 29 мая, Сергей Меликов огласит послание Народному собранию Дагестана, в котором он обозначит главные задачи и приоритеты в развитии республики. Особое внимание будет уделено экономике региона и, соответственно, улучшению условий жизни дагестанцев. Чего именно жители республики ожидают по итогам этого политического события в следующем опросе. Детские площадки побольше, озеленение города и число, что было в городе. Вы будете смотреть по словам? Ну да. Ну, может отсмотреть, придется мне смотреть. Ну, ожидаю, что более такие, которые вопросы жизненные, необходимые для города будут решены. Ну, каких-то политических новых событий, какие-то, может быть, новости узнаем, что будет происходить в республике. Какие планы, какие планы на наш город, на нашу республику. Первые очередные задачи по поводу воды, электричества. Я думаю, Сергей Алимович именно будет поднимать эти вопросы, связанные с дорогой, связанной с экономикой, образованием. Я думаю, в этом послании будут отражены такие направления, как качественно-эффективное энергоснабжение Махачкалинца. Кроме того, для нас Махачкалинца значение имеет водоснабжение, качественное водоснабжение наших горожан. Для нас значение имеет качественное газоснабжение Махачкалинца. Махачкала растет. Важный и, конечно, волнительный день для выпускников и их родителей. В Дагестане стартовал основной период единого государственного экзамена. Более 11 тысяч учеников сдавали сегодня ЕГЭ по русскому языку, по одному из двух обязательных предметов. Необходимость благоприятной психологической обстановки для школьников на экзамене обозначил министр образования республики на встрече с наблюдателями. Если здесь нет, несмотря на то, что это нервный день, вот это часто бывает, в нервной суете срываются, начинают на детей кричать, голос повышают. Вот это тоже нельзя делать. Надо, несмотря на трудность, сохранить спокойствие, понимать, что это дети. Детям должно быть такое доброе отношение, чтобы даже все эти жесткие требования, которые мы предъявляем для детей, они были как, ну, не раздражало детей тоже, чтобы они все это четко воспринимали, спокойно. С результатами участники ЕГЭ смогут ознакомиться не позднее 14 июня. Напомню, что для получения аттестата нужно набрать по этой дисциплине не менее 24 баллов, а для отметки «Отлично» более 72. И к другим темам. Благотворительная поликлиника. Проект под таким названием запустили в Махачкале. Реализован он будет на базе городской клинической больницы номер 3 совместно с фондом «Инсан». Все жители нашей республики смогут бесплатно обследоваться по 16 направлениям. Для этого достаточно просто иметь при себе паспорт и быть прописанным в Дагестане. Тамара Самедова с подробностями. Обходы врачебных кабинетов завершены. Теперь можно приступить к торжественному разрезанию символической красной ленты. Впервые в Дагестане на базе третьей городской больницы можно будет бесплатно обследовать 16 специалистов. Для этого поликлиника оснащена новейшим оборудованием. Такая инициатива возникла вследствие частых обращений населения по оказанию консультации тех или иных специалистов. Запись будет приниматься в регистратуре в фойе по электронной записи через терминал. Для того, чтобы потоки населения были правильно распределены между специалистами. Я считаю, что это большой подарок для жителей поселка Сепаратор, а так для жителей всего города. Это будет хорошим подспорьем для того, чтобы людям, малообеспеченным, прийти сюда, провести все необходимые процедуры, сдать анализы. Услуга уже доступна любому жителю Дагестана. На этапе реализации проекта активно поддерживал и Инсан. Наша задача как благотворительного фонда развивать благотворительность в разном спектре услуг. В том числе у нас идет очень плотное взаимосотрудничество с третьей городской больницей. Любой житель республики в случае, если там где-то ему некомфортно в своей поликлинике проходить какие-то там прием врача, он может приходить сюда и получать такого рода консультации, направления. Больница отличается таким хорошим масштабным подходом к больным, особенно когда речь идет о благотворительной организации. Но поражает то, что очень обдуманно, очень целенаправленно подобрано ультразвуковое оборудование. И что особенно хотелось бы отметить, вы относитесь к числу тех организаций, которые как бы продвигают более современный подход к обследованию больных. Для дагестанцев такая инициатива была необходима, считает Нажмудин Матагиев. Сам он прибыл из дагестанских огней, чтобы пройти обследование у ряда специалистов. Немало лет я проходил немало всяких заболеваний, лечился, так сказать. И все это мне как бы незнакомо в корне. И бывало часто, что я просто на нервах уходил. В данном случае я этого вообще не чувствую, даже, так скажу, шутя, что не хочется уходить. Вот так как бы открытие благотворительное навсегда полезное. Есть количество народу, который просто нуждается. К сожалению, их много сейчас, они нуждаются в благотворительных таких акциях и вообще мероприятиях. Любой желающий в возрасте от 18 лет может получить высококлассную квалифицированную помощь от специалистов. При себе достаточно иметь паспорт или любой другой документ, подтверждающий вашу личность. Кроме того, поликлиника предоставляет возможность разработки индивидуального маршрута лечения, профилактики, а также реабилитации. Направление для посещения не требуется. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Спорт для всех. Особенные дети из Дербента, Хасавюрта и поселка Шамхал стали победителями регионального этапа специальной Олимпиады России по юнифайт футболу. Матчи с участием ста юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходили в Каспийске. Это воспитанники коррекционных школ из разных уголков Дагестана. Уникальность соревнований в том, что здесь в одной команде выступали атлеты с особенностями развития и партнеры, спортсмены без нарушений. Юнифайт программа очень интересная программа в том, что здоровые детки идут на помощь, так сказать, особенным деткам. Особенным деткам немножко бывает сложновато ориентироваться. И вот в этом им помогают именно детки их же возраста, но немножечко отличающиеся от них. Когда разные детки находятся в одной команде, это хорошо способствует их адаптации, социализации, к чему мы и стремимся. Победители в трех разных дивизионах наградили кубками, медалями и другими призами. Обладатели золотых наград в первом дивизионе команда из Дербента отправится на Всероссийскую Спартакеаду, которая пройдет в сентябре в Самаре. Всем участникам этот футбольный турнир запомнится как настоящий праздник. Спорт позволяет им быть частью большого общества, а победные эмоции вселяют им уверенность в жизни. Я так люблю футбол, шикарно. Да? Интересно? Интересно же, я уже ходу на тайский бокс, в бассейн хожу, в тэквондо хожу, в ботанцы хожу. Везде уступаешь? Я везде уступаю. Я скоро поеду в Москву, уступаю. Играем, любим, много играем, как звери. Смотрите футбол? Конечно. А кого там болеете? За Динамо всегда. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших новостей и до скорых встреч в эфире.